Концерт с калятками для журналистов, а стало быть и для телезрителей. В небольшой комнате для пресс-конференции перед камерами выступил церковный хор. В репертуаре рождественские песни. Их поют дети и подростки. А вот как поют, расскажет наш корреспондент Татьяна Милимко. Они впервые поют перед камерами, да еще и в непривычной для себя обстановке. Первым делом надо задать тональность. Затем максимально легко и душевно исполнить сложнейшие партии. Камертон в руках руководителя Ольги Бубновой. Детский церковный хор она создала 15 лет назад. За это время в нем сменилось несколько поколений. Но критерии, по которым отбирают хористов, остались неизменными. Желательно знать нотную грамоту, сольфеджио тоже. Ну, конечно, не все, не все могут. Есть дети, которые не имеют таких знаний образования, но они тоже поют довольно успешно. И даже бывают не хуже, чем те, которые знают ноты. Это приятно. Композиции, которые разбирают маленькие хористы, довольно сложные даже для взрослых профессионалов. Секрет легкой подачи их детскими голосами в том, что дети не просто слышат музыку, они ее чувствуют. Просто невероятно, как можно спеть, не слыша ноты. Только тон. Первая нота задается, все, дальше вы сами. Ну вот, учимся, потихоньку растем. Берут в хор с восьми лет. Маша – исключение. Ее взяли семилетние. Она – самая маленькая участница хора. Поет уже год. А началось все с визита Ольги Николаевны к ней в школу. Она меня спросила, немножко попеть. Я попела, ей понравилось. Она меня взяла. Ну, мне не сложно так, мне для удовольствия. Есть здесь и старшие исполнители. Возрастной ценз – 18 лет. Но даже после выпуска ребята продолжают сотрудничать с хором. Тут своя атмосфера душевная, детская. То есть, как всегда говорили, с нами ангелы поют, потому что это детский хор. Этот хор вряд ли можно услышать на улице или в светских заведениях. Он церковный. Чаще ребята поют, стоя у алтаря, на службах или по праздникам. Это выступление – рождественский подарок. Татьяна Милимко, Алексей Барановский, 7 канал.